Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожар ИЧС спасатели совершили более 850 выездов. На пожарах погибли 4 человека. 16 пострадали. А вот 357 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Началась неделя в городе без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в среду ранним утром в столице горел автомобиль. Инцидент случился на улице Грекова. Огонь вспыхнул в Ситроэне, вероятнее всего по причине короткого замыкания. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали загорание, не дав огню переброситься на соседние машины. Однако пламя успело повредить лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы «Фольксвагена» и «Опеля», припаркованных рядом. Утечку ядовитого вещества ликвидировали спасатели на минувшей неделе на одном из предприятий по производству молочной продукции на Партизанском проспекте. ЧП произошло в среду в одном из цехов ближе к полудню. Работники предприятия отключили оборудование, сработала система орошения вентиляции. Разбавляли концентрированную аммиачную воду уже оперативно прибывшие работники МЧС. Спасатели устранили утечку и не выявили аммиачных паров за пределами цеха. В результате происшествия никто не пострадал, а предприятие продолжило работу в штатном режиме. По предварительной версии, химические пары вырвались наружу из-за поломки компрессора. Минск чрезвычайный. В четверг вечером в дежурную службу МЧС по номеру 101 с просьбой о помощи обратилась к кондитеру одного из столичных кафе. Находясь на рабочем месте, по неосторожности рука 45-летней женщины оказалась зажата в тестомиссильной машине. Используя гидравлический инструмент, спасатели деблокировали ее и передали пострадавшую работникам скорой. С предварительным диагнозом разморжения мягких тканей предплечья и левой руки, женщина была доставлена в больницу. В воскресенье бдительность случайного прохожего уберегла от больших проблем. Около 10 вечера по номеру 101 очевидец сообщил о запахе дыма на улице Минина. Оказалось, что очаг находится на территории комбината силикатных изделий. Когда на место ЧП оперативно прибыли пожарные, из цеха уже шел дым. В двух бункерах горело сырье для производства пенопласта. Спустя час после получения сообщения огнеборцы ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огонь повредил 40 кубометров сырья, а здание цеха оказалось закопчено. В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки. На улице весна в самом разгаре, а это значит, что проблема весенних палов сухой травы и другой растительности и как следствие увеличение количества пожаров становится все более и более актуальной для работников МЧС. Урон природе, уничтоженные огнем дома и хозяйственное строение, гибель и травмирование людей – вот тот итог выжигания сухой растительности, который повторяется из года в год. Помните, что за незаконное выжигание мусора и сухой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. Поскольку в настоящее время одна базовая величина составляет 24 рубля 50 копеек, сумма получается существенная. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества виновнику придется возмещать еще и гражданские иски. Но самое страшное, что эти ситуации приводят жизнь человека к трагическому исходу. Уже в этом году зарегистрированы случаи гибели при сжигании сухой растительности. В конце марта в Волковыском районе сжигает траву на приусадебном участке погиб 79-летний пенсионер. А в минувшую субботу, используя огонь для наведения порядка на территории частного домовладения в Столинском районе, погиб 60-летний мужчина. Чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией, сжигая мусор, соблюдайте элементарные правила безопасности. И ни в коем случае не жгите траву. На этом у нас сегодня все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.